Добрый день всем-всем-всем! С вами снова ваша Галя. Сегодня я колдую на кухне у папы. Я вижу, папа мой уже как бы настроением потерял немножко из-за того, что я уезжаю. И я решила его побаловать. Смотрите, сегодня я делаю пироги с тунцом. Здесь это называется туна. Вначале я из холодильника достала всё, что есть. Быстро-быстро, ускорив, так сказать, ускорив скорость масло-масляное, получается, я измельчаю всю-всю-всю-всю зелень, которая есть в холодильнике. В дело пошёл укроп. Дальше в дело идёт зелёный лук. Белые части лука я оставляю, чтобы их съесть живьём. Мелко крошу зелёный лук. Всё, что есть зелёное. А в конце, после этого, ещё будет сюрприз из нашего далёкого детства, немножко видоизменённый. Так, лук сюда же. Сейчас пойдёт в дело репчатый лук. Быстро-быстро, мелко-мелко я его шинкую и отправляю на сковородку жариться. Сейчас время кинзы. Кинзу мелко. Кто-то её любит, кто-то не любит, кто-то даже запах не переносит. Мы любим. Всё, посмотрите, сколько зелени. Это будет очень здоровая, приятная еда. Яйца. Я прямо на тёрке, не мудрствуя лукаво, перетираю пять яиц. Посмотрите, лучок жарится, 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 красивеет, чтобы получилось вкусненько. Сейчас я открываю банку вот этого тунца консервированного. Жидкость я сливаю. Вдруг мне покажется начинка сухой, я буду добавлять. Но, думаю, не понадобится. Сейчас тунец вываливается сюда же, в общую мисочку. И всё это перемешиваю и начинаю увкуснять. Первым идёт перец чёрный, молотый. У папы нет перца такого, как я люблю, крупного. Поэтому я пихаю всё, что есть. Болгарская соль. Сбоку, видите, лежит для плова специя. Я и её сейчас засуну тоже. Сейчас репчатый лук пожаренный. Очень он обогащает и очень он увкусняет начинку. Сами знаете, все любят жареный лук. Вот, теперь вот я возьму для плова яркую такую красивую ароматную специю. Конкретно для плова. И посыплю. В принципе, это везде разные комбинации одних и тех же трав сухих. И всё это делает всё лучше и лучше и лучше. Всё, начинка готова. Начинаем работать с тестом. Тесто у меня готовое, покупное. Слоёным... Со слоёным тестом много возни. Поэтому я предпочитаю его купить. Желательно не на маргарине, а на масле, на котором написано, что масло используется. Теперь я отрезаю тон... Узкий, не тонкий, узкий лист теста. Я отрезаю и раскатываю его тонко. Тонко, тонко. Я люблю, чтобы теста было немного. Обязательно обрезаю неровности, архитектурные излишества удаляю все. Потом это всё идёт в дело. Первый пирожок я делаю с начинкой посередине. Кстати, я соевого соуса немножко добавила в начинку. Это, в принципе, реализация всего, что есть дома. Можно рису немножко, можно капусты немножко, можно картошку тонко порезать. Всё, что есть. И, кстати, из этой же... Видите, я много отрезаю тесто. Я не люблю пустоты. Я не люблю толстые корки боковые. Всё загибаю красивенько. И не люблю пустоты. Тесто... Так, чтобы... Возьмёшь там треть пирожка с кофе или с салатом, или с чаем, и... Привет! Считай обед. И вот второй пирог пойдёт сейчас. Сейчас я буду делать немножко по-другому форму. Я буду класть начинку сбоку на одну сторону, а второй закрывать. Вот. И защипывать фигурно красиво, чтобы получилось что-то длинное на манер такого овального чебурека. Вот. В принципе, пирог режется такой на 3-4 хороших части. Я предпочитаю вот так. Решила я не возиться с маленькими пирожками. Решила... Вон, видите, какие шмоты получаются. Пустые как бы. И я их очень использую. Впоследствии правильно вы увидите, куда их использую. Тут тоже подровняем, уберём. Посмотрите, какой получился очаровательный чебурек длинный. И его туда же. Вот так вот. А это у меня немножечко фарш на котлетке. Мне нужен белок сюда. Это я вечером буду делать. Сюда у нас пошёл белок на котлетке. Пойдёт и уходит в холодильник фарш. А это с ложкой сметаны желточек я взбиваю, чтобы смазывать пирожки для красоты. Вот. И сейчас, вот сделав 3 хороших, красивых пирога, на самом деле их 5 получатся, 2 противня у меня вышло, я смазываю... Так смешно, ускоренно всё смотрится. Трррр... Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Вот, смазываю красиво, богатенько, смазываю толстенько. И отправляются они в духовку. 25-30 минут, 190-200 градусов. У кого какая духовка. Вот такие красавчики они у нас получились. Вот. А это мы перешли к презенту сегодняшнему, к бонусу. Обожает Яша. У меня это. Очень. Я люблю. Мне нельзя это есть, поэтому делаю немного. Я опять же ровно обрезаю края и раскатываю очень аккуратно, чтобы форма была правильная. И длинно раскатываю. Тонко, буквально, миллиметр-полтора толщиной. Размягчённое сливочное масло. Видите? Кисточкой размазываю. Можно рукой размазать, пальчиками тоже очень хорошо. Главное, чтобы масло было очень-очень мягкое, растаянное. Дальше я беру нож и режу на полоски шириной примерно полтора-два сантиметра. Выравниваю, чтобы красивенькие были. Полтора-два сантиметра. Вот эти полосочки. Во времена нашего детства было такое пирожное язычки. Больше коржики даже скорее, чем пирожные. Они были толстючие. И вот верхняя корочка вкусная самая. Она съедалась, остальную у нас никогда не ели. Так я делаю только корочку верхнюю. Тёмный страстниковый сахар и корица. Сахару побольше. Корицу кто как любит. И стороной масляной либо прокатите скалкой по всему вот этому язычку, по всей длине, либо руками. Я в итоге приспособилась руками. У меня тут бортики мешали скалке. И кто любит много сахара, я беру немного сахара. Но именно нажать, вот видите, как они выглядят, чтобы сахар налепился и в духовку. Вот это смотрите, замечайте. Только поставила, 3 минуты прошло, 5 минут. Всё, они готовы. 5 минут. А дальше слушаем без коррекций. Как есть. Сейчас Яша будет пробовать. Вот такие длинные палочки получились, Яша. Срезать это вот, то, что ты сказала, срезать. Всё срежу, давай, пробуй. Яшка пробу снимает. Покажи, какая длинная палочка получилась. Вот такая. Вот такая, здесь вот такая. Да. Та самая маленькая. Да, половиночка. Ну, пробуй. Она мягкая. Мягкая? Ну. Эм. Что, не хрустит всё дня? Нет, это воздушнее получилось. Да? В прошлый раз. Надо подержать подольше, да? Значит. Не-не-не, хорошо. Хорошо? Я могу его хрустить. Слоями. Угу. Ну, скажи, как оно в итоге, вердикт? Ну, что я скажу. Фигня какая-то опять получилась. Хе-хе-хе. Всё, пошла сама пробовать. У вас нафиг. Ой, вкусно. Ребята. Ммм. Вон, скажи, что у тебя избалованный ребёнок. Смотрите, мой избалованный ребёнок. Продолжает есть. Он продолжает есть, пока всё не съест. Угу. Вон, покажи, как отлинная. Во. Ну, вкусно. Пипец, как вкусно. Сколько? Много. Много. Давай померим. Ну, ну, 20-30-25 сантиметров. 25, да. В общем, ребята, получилось воспоминание о детстве с нашим очень вкусным.